Привет, друзья! Это Егоров и Медиа-Скандалы. Сегодня я выступаю из тени, зато с красивым видом. Главная тема ближайших дней — это матч Амкала и Тудрос за третье место на турнире МКС. Значит, встретимся еще раз. Да нет, все, играем дальше. Уже решили, играем дальше. Ну а главный вопрос — сыграют ли в нем те самые звезды-блогеры, которые все создали. Либо на медиафутболе можно ставить крест. И здесь все за бабки. Ты за бабки тут, успокойся! Ты за бабки! Ты тут за тига, а я это создал! Иди отсюда! Но прежде чем перейти к этим темам, нужно сказать, что Володя XXL окончательно и бесповоротно ушел из на спорте, о чем он объявил в своей телеге. Где он окажется дальше, ну вот вообще неизвестно, но я вам хочу сказать, друзья, что станет. Хороший стебас уже. Ну а теперь главный тем. Возвращаемся к Амкалу и Тудрос. Конечно же, поражение в полуфинале от Броуков и Реалити очень огорчило президентов клуба. И матч казался уже каким-то бессмысленным, о чем прямо заявил Жека. Это как финал? Я не знаю, нахуй придумали. Это самый бесполезный матч вообще, который можно было сыграть. И он еще с Амкалом. Ну и там четвертый состав. Эти слова Жеки отлично ложились на пост Форзы, который Форзиар сделал еще до матча Тудрос с Реалити. Я его даже зачитаю. Сейчас еду в такси и внутри меня живет надежда на одну сказку. У меня в Тудрос достаточно знакомых, но я сегодня за Реалити. Потому что хочется, чтобы в матче за третье место Гера и Женя договорились стряхнуть стариной и выпустили бы медийные составы. Мбаппе, Хул, Финита, Я, Жека, Некет, Гера, Феликс и другие. Хочется, ну лично Форзиару, увидеть контрастный движ на фоне современного медиафутбола. Вспомнить корни, что ли. Но после 2-2, это результат предыдущего матча, на это никто не согласится. Я это принимаю. Что ж, эту тему стали активно форсить фанаты. Они сразу поставили Форзиару 700 лайков. Начались посты. И в принципе, вот эта инициатива нашла отражение и у лидеров Амкала и Тудроц. То есть у Жека и Некет говорили. А, нормально, сыграем все-таки медийными в этом матче за третье место. Намеки 100% были. Но вот прошла неделя. Амкал победил слабую тверь. Тудроц классно сыграл с сильным текстильщиком, но вылетел из Кубка России. А новостей об этом медийном матче, которого ждут все болельщики. Даже сейчас голосование. Хотите ли выявить медийные составы? Или вот эти мощные, кубковые. Все голосуют за медийные. Примерно 85-90%. Однако, никакой информации нет. И первым заявляет об этом Форзиар. Он чувствует, что медийного матча не получится. Судя по тому, что обе команды молчат, пишет Форзиар, когда до игры Амкал Тудроц осталось всего два дня, я делаю вывод, что идет идея с медийными составами 4 сентября. Очень жаль на самом деле. Ну окей, будем смотреть на зарубу за бронзовые медальки. Пишет грустный Форзиар. Ну, кстати, ему тут же внемлет Дмитрий Кузнецов. Если противник выйдет в медийном составе с первых минут, мы тоже выйдем в таком же составе, говорит Кузнецов. Видимо, ожидая инициативы от Амкала. Это не от меня зависит. Какое решение примут, так и выйдем на поле. На сегодняшний день я планирую выпускать основной состав. Очень допускаю, что нас засудят против Амкала, потому что их команда не может смириться с тем, что они слабее нас. Ну тут, кстати, еще одна тема продолжается, потому что Кузнецов говорит, его набровки в матче за третье место не будет ни при каких обстоятельствах. Он по-прежнему считает, что Амкал сделал максимум для того, чтобы не проиграть в групповой стадии. И в деле также участвовали судьи. При этом арбитр того матча Дмитрий Жилинский заявил, что больше не хочет работать на турнире МКС. То есть протест Кузнецова продолжается, протест Жилинского продолжается, ну и протест, наверное, медийного футбола против медийных футболистов продолжается тоже. Ну и Форзяр, конечно же, не упускает возможности продолжить тему. Но вот он делает обращение для старичков из Тудроц. Мбейп и другие ребята, которые переживают по поводу своего игрового времени, в следующий раз, когда вы вновь будете расстроены, вы знаете, конкретных людей, которым подходить с конкретными вопросами. Считаю, что это была последняя возможность устроить подобный движ для нашего комьюнити. Я реально огорчен, что мы ее потеряли. Пишет Форзяр, говоря немного другими словами и, видимо, намекая на то, что проблема именно в ребятах из Тудроц, а не в Германе. При этом постов Германа о том, что стоит обязательно начать этот матч медийными составами, я лично не видел, но, в принципе, если Тудроц это придумали, я имею в виду играть основами. Это вполне логично. Объясню почему. Я буду ебать их, блядь! Итак, минимум три причины. Ну, во-первых, действительно, никакого мощнейшего прогрева игры медийными составами не было. Если бы все начали писать Мбапе, Форза, Финита, Сипскана, Фидос и остальные, и требовать, и требовать, и требовать у президента в своих клубах выпустить их в составе, то, я уверен, такая игра бы состоялась, потому что публика бы их поддержала. Но, мне кажется, сами пацаны здесь проявили малодушие и недостаточно оспаривали несправедливые решения руководителей. Ну, для них несправедливые. И недостаточно отстаивали свои права, наверное, тоже. Во-вторых, игры медийными составами, это не всегда справедливо. Опять же, кого считать медийным? Считать ли Прокопа супермедийным футболистом? Или же все-таки он профик? Ну, Прокоп, ладно, еще медийный. А вот Маврин, медийный ли он? Или профик? Должен ли он принимать участие в таком матче? И так по каждому можно задавать массу вопросов. Например, тот же Кутуз, он уже медийный или профик? Или Солян, медийный или профик? Точнее, не Солян, а Гудай. Потому что деятельность Гудая в медийном плане, его пародии, перебивает всех. И Витю Блатова, и Чужова, и остальных Амкаловцев. Поэтому непонятно, как создать логичный матч, где будут одинаковые по силе составы. Ведь мы вроде тоже с Амкалом Бровки играли медийными, но под конец, и это логично, Иваныч выпустил монстров. И монстры зарешали. Хотя, плюс-минус, эти монстры тоже были медийными. Так что здесь ничего не понятно. Можно было бы сказать, что стоит избавиться от последних подписаний. Но тогда Тодротс выигрышной позиции, потому что большинство подписаний Тодротс были до МКС. Поэтому вопрос-то тяжело решаемый. Ну и третье, самое главное. Тодротс уже 4 матча не может выиграть у Амкала. Медийными составами, профессиональными составами, без разницы. Два поражения в основное время, одно поражение по пенальти. И ничья в групповой стадии, которая также считается для Дроттов поражением, потому что Амкал спасся и вышел в плей-офф именно в этой игре. И мы все помним, как обычно провожают Тодротс, те самые медийные парни из Амкала, когда случается победа. Но, как минимум, жестко. И поэтому для Тодротс, на мой взгляд, играть в эту игру медийщиками очень опасно, потому что 5 раз в отряд не выиграть у Амкала, но это уже совсем занавес. И издеваться над Дроттами будут еще очень и очень долго. И неважно, выигрывали они МФЛ или что-то другое. Поэтому 100% будет заруба. И мой прогноз, составы будут супер основными, а накал мощнейшим. Такие вот дела, друзья. И этот матч точно не обойдется без медиа-скандалов, о которых я расскажу. Пока.